Прошла очередная встреча в формате выездной администрации. На вопросы Люберчан ответили профильные заместители главы, представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. На этот раз собрание проходило в микрорайоне Птицефабрика. Какие проблемы волнуют жителей, расскажет наш корреспондент. На встречу в формате выездной администрации с жителями можно получить ответ на вопрос любой направленности. Представители всех сфер округа готовы к диалогу. Вера Беликова проживает в доме 29 в микрорайоне Птицефабрика. Она обратилась в блок благоустройства с вопросом ограждения контейнерной площадки. Мусор постоянно разбросанный. Здесь у нас на наших домах всегда стоят ветровые потоки. Этими ветровыми потоками этот мусор разносится. Контейнерная площадка стоит на выезде от дома 29. И мусор этот разлетается не то, что вот здесь по округе, он летит до подъездов соседних домов. Мы обязательно встретимся с этими жителями в ближайшее время. Мы проговорили все сложности, понятно. Конечно, новая застройка рядом. Жители беспокоят строительный мусор. Мы обязательно найдем это решение, примем. Они хотят, чтобы эта площадка была развернута. Пока проблем не видим, но определимся на месте. Вопросы к блоку жилищно-коммунального хозяйства. Жители дома 35 птицефабрики столкнулись с завышением сумм по оплате ЖКУ. Повышенный тариф распространяется на горячую воду и отопление. Тариф у нас был 2,4, стал 3,4. Соответственно, из-за этого у нас 2 трети платежки – горячая вода и отопление. И платежи были в том году 9 тысяч рублей, теперь они 13,5. Сядете, возьмете документы, мы все примем, свяжемся уже с областью. Посмотрим, что можно сделать для снижения. По итогам собрания глава Люберец дал ряд поручений. Ни одно обращение не останется без внимания и ответа. Узнать о предстоящих встречах можно на официальном сайте администрации или в социальных сетях. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.